добрый день дорогие друзья не мог не пропустить такой случай который может случиться наверно с каждым машину оставили в начале декабря и без присмотра будем так говорить и батарейка всю зиму просто его на батаре на автомобиле принесли вот таком состоянии два с половиной вольта ну давайте сейчас замерим чтобы это было более правдоподобно так давайте смеем попробую вот так вот раз горячится а нет сейчас показывает но 8 вольта но дело в том что я подключил зарядное устройство и работать я буду именно на зарядном устройстве самого начала и до окончания основного заряда хочу показать как это китайское зарядное устройство начинает работать с абсолютно просажен аккумулятором то есть без подключения зарядного устройства мы видели я я увидел по мере два с половиной вольта плотность один с двумя нулями то есть вода при всем при этом уровень электролита был маленький я дали водить водички по 30 миллилитров в каждую баночку ну что ж включаем зарядное устройство и смотрим как оно себя начинает вести начинает одно себя вести вот таким образом подается напряжение 14 вольт и мы абсолютно не видим никакого движения потоку наберемся немножко терпения и я сделаю следующее подключение запись уже после того как у нас батарея начнет реагировать многие же говорят что абсолютно просажены батареи надо как-то толкнуть надо чем-то завести многие пытаются трансформатором еще чем-то я вам покажу как это эту работу выполняет наш китаец это я за ну давайте я покурю а вы посидите подумайте как он будет справляться спустя буквально 10 минут видим что потихонечку появилась 28 вольта 2839 на зарядном пока 14 7 также никакого тока бояться этого не стоит нужно набраться терпения и ждать когда у нас начнется падение напряжения на зарядном устройстве ну пока пока заряд заряд не достигнет это 8 9 вольт на нашем китайце мы будем наблюдать 14 7 вольта ну что ж давайте продолжим моей работы осталось 25 минут полчаса и будем надеяться что за это время настанет какой-то перевом не успел заснять друзья прошло ровно полчаса и появилась напряжение 14 4 сначала и теперь понеслось опять снижение напряжение все батарея завелась и начало принимать у нас заряд все отлично так 10 вольтиков 2 ампера ток ставим на минималку сейчас я дресну домой сдрысну и со спокойной совестью чистой душой оставляю батареи до утра и хайвана набирает потихонечку оборотики как видим была резкая просадка батарейка завелась и начала потихонечку принимать заряд вот таким образом была просадочка до 10 после того как батарея активировалась вольт и потихонечку мы видим увеличение напряжения на 2 амперах а нет уже полтора ампера ток должен снизить снизиться до минимальных и многие горюют что мог глубоко просаженная батарея не берет заряд надо ее пинать чуть ли не сварочным там досмотрел я на одного парня сварочным аппаратом и я активировал но еще бы сагом сагом надо было дать и немножко ампер 400 и было бы все великолепно так видите как видим потихонечку наш китайский друг батарейку начал разматывать напряжение то увеличивается то уменьшается это связано с тем что потихонечку сурфатики откисают с пластин поверхность очищается сейчас видим уменьшение поверхность пластин очищается и батарейка начинает принимать заряд вот видим опять снижение напряжения это все нормально это все в порядке вещей это все в норме так что пугаться этого не стоит время от еще как видим еще происходит снижение напряжения это все нормально к сожалению на ночь оставаться не очень хочется мне чтобы промониторить весь этот процесс сейчас я собираюсь домой вы же поставил в сторону начистил гороши и потихоньку положим в сторону до дома до хаты завтра стричка продолжим наш веселый рассказ про оживление вот этого кота барщика немножко пришлось задержаться еще где-то полчаса и на момент отъезда напряжение просила у нас до 10 и 8 вольт при минимальном токе 1 и 7 ампер это у нас будет предзаряд который продлится у нас течение 15-16 часов то есть до утра я оставляю ночевать батарейку в компании с китайским другом а сам галоши и по коробке до дому всю ночь это буквально где-то 15-16 часов наш барсик лакомился из моей розетки нашим электричеством и удается до 12 и 8 вольт ток у нас 1 и 4 ампер щека давайте добавим ток до 3 ампер доведем ну как мы видим до 13 вольт батарейка легко доходит на 2 и 7 амперов первый режим это у нас был предзаряд его нужно было провести как можно бережнее и сейчас мы имеем полное право довести ток до 6 ампер давайте это сделаем вот так вот 6 амперчиков и у нас пошел процесс абсорбация то есть наполнение батареи зарядом мы должны эту батарею наполнить полностью зарядом и уже потом приступить к удалению стратификации и рассвоение электролита время у нас пол одиннадцатого утра или дня кого как у меня утро сегодня чуть попозже подъехал на работу нужно было проехаться по городу по каким диван ну чтож продолжаем работку с нашим голодным барсиком с рабочего дня вы не успели выкурить сигарету в промежутке между записями я же успел за за бычковать почти целую пачку а барсик наш аппетитно кушает электроэнергию с моего счетчика блин и по-прежнему у нас 6 амперчиков он потребляет напряжение до пригода 14 4 вольтика так давайте наверное замерим сразу плотность да вот кстати оптичка кто там утверждает что на 14 4 вольтах или вольтах можно вытащить и кому ли любой аккумулятор вытаскиваете откуда вы его их вытащите плотности как не было так и нет h2o сверху без всякого намека на серную кислоту на электролит так что хотелось мне сказать друзья но сейчас не сезоне зима закончилась на улице потоп начинается на чего все таять и сейчас начнут не чаще приносить вот такие батарейки с такими параметрами это к слову о тех владельцах автомобилей которые не ездят зимой загнал машину в гараж и паху и и пошел домой да что ты звонят и таких батареечек будет все больше и больше потому что многие вспоминают о батарейках тогда когда нужно завести машину после зимней зимнего стояка а машина не заводится по причине того что батарея у нас полностью высажены здесь такая же интересная история в этой тюменке с плотностью с этой батареи также работаю на предварительном заряде как видим или не видим 12 2 вольта на 3 ампер щеках ну что ж оставляем нашу нашего барсика наполняться энергией наполняться зарядом я переодеваюсь сейчас если открыты какие-нибудь спорт товары заеду посмотрю власты с утеплителем потому что в галошах уже проблематично добираться до дома так но на сегодня достаточно наш казахстанский барсик прекрасно переночевал со своим китайским партнером и как видим напряжение у нас устаканилось на 14 7 а ток лежит на 0 6 амперах мы не знаем когда достигла это . g будем так ее называть поэтому сейчас дадим и этому нашему китайскому другу еще часов поработать и если ток не будет а нет вот он он снижается если он не будет понижаться под понижается понижается ток дождемся полного снижения потоку и затем продолжим работу над реанимации этого барса так но многие задают вопросы а что почему не работаю на предзарядах и на основных зарядах с вымпелами работаю друзья но сейчас батареек мало как я уже говорил мне сезонья и мне удобней работать в автоматическом режиме именно на китайцах в принципе выпила с такими же установками неплохо справляются единственный минус вымпелов он немножко раньше заканчивает основной заряд бывает наоборот одном ампере дает нам оповещение что заряд окончен бывает на до 0 6 ампер китайцы же стараются добить свою работу практически до нулей вот такой алгоритм прописан них и честно говоря он не нравится и такой же недостаток вымпела именно на основном заряде это опасность того что если батарея у нас с большим сопротивлением мы оставляем ее на ночь буферный режим в импеле работает мы будем так говорить не совсем корректно потому что хоть он и пишет что заряд окончен при всем при том работа продолжается и это чревато тем что если в батарее большое сопротивление батарея до определенной точки начинает набирать стабильно термометрию потом это термометрия набираю начинает набираться агрессивно то есть мы можем проморгать батарею ну или по-другому проебать это нам не надо поэтому я и работаю на начальных стадиях на китайцев если батарея в таком состоянии в каком мы ее были на и и есть желание оставить ее на вымпеле то тогда мы выбираем нос то 17 вольт и минимальное значение потоку там 23 ампера и позволяем разогнаться за ночь батареи до напряжение окончания заряда после того как мы приехали утром оценили обстановку и уже можно выбирать дальнейший план действий либо подпираем током либо даем батарейки отстояться но это будем так говорить совсем другая история наша задача сейчас вытащить марса из плена разряда так ну давайте глянем что-то у нас плотностью по одной баночки мы 14 7 плотность поеду начала появляться так 114 113 113 вот те которые пишут в комментариях блять я их ты чего шара зачем ты кипятишь зачем вот эти 16 с хвостиком вольт до нас достаточно 14 8 ну покажите друзья я с удовольствием посмотрю и закрою свой канал если вы мне докажите что достаточно 47 14 8 вольт чтобы вытащить вот этого князя из грязи ладенько удлинять ролик сильно не будем подключусь может через час может через два как только устаканится ток на нашем модел а джиме 618 f made in china в течение полтора часа течение полутора часов ток стабилизировался на 0 5 ампер и понижение больше нет это и будем считать окончанием основного заряда вот как видим тюменко сегодня с утра забыл об этом сказать на трех амперчик ах батарейка доска доска кого до 2 12 9 вольт и сейчас вот делаем основной заряд 6 ампер и начало снижение тока ток начал потихонечку снижаться но тюменко нас касается вторично что мы делаем отключаем нашего батюшка снимаем вас китайца и подключаем к вымпе у отстаивать не буду после основного заряда попробуем сегодня разогнать так как батарейка простояла долго сегодня мы ее будем разгонять и сегодня вряд ли у нас получится закончить работу но поживем увидим так давайте еще раз замерим плотность так ну до 14 7 плотность 116 у нас выросла до 116 подключили в импевок чтобы никто не улыбок ставим 3 ампера и 17 вольтиков подключаем сеть пойдут такие значения 31 батарейка начала разгоняться что уже неплохо так давайте глянем что у нас тюменской батареи нет у нас плотность 105 где-то блин чё снимаю очки снимаю галоши снимаю а надо снимать ориометр так ну что продолжаем работу нашу прошло 37 минут после начала работы и в принципе этого достаточно для того чтобы сделать какие-то выводы по разгону батареи как видим напряжение остановилась на 16 вольтах но 16 вольт для удаления стратификации этого недостаточно поэтому мы сейчас будем разгонять батарею минимум до 16 2 вольта минимум с помощью подпора током как только увидим 16 2 подпор прекращаем в принципе можно вот так 42 ампера маловато увидели 16 2 на 4 2 амперах подпирать кальциевой батареи можно до 10 процентов от емкости и самое главное нам следить за тем чтобы батарея не грелась то есть не разгонялась по температуре 16 2 увидели на 4 1 амперах продолжаем работу дальше и будем смотреть за динамикой и и бледоскоп надо и вырезать из моего лексикона напишите что можно вставить вместо и может впрочем впрочем ладно продолжаем работу 2 часа 12 минут работаем с нашим барсиком подпор довел до 5 7 ампер держим 16 2 вольта на соседней батареи мы подпор довели до 6 ампер и также напряжение 16 2 вольта но с этой батареи я работать соседской батареи я работе работу прекращаю потому как на ней мы уже вытащили плотность до условных один так 127 почти поэтому давайте замерим температуру на соседской батарейки как видим температур к 22 23 с этой батареи я работаю кстати уже второй день и на нашем барчике мы видим 23 23 24 здесь в районе 23 25 градусов давайте посмотрим что у нас с плотностью пока работку продолжаем плотность у нас уже один почти 125 так что я сегодня с утра погорячился наверное сказав что сегодня возможно не закончу работать скорее всего блять опять впереди паровоза да что ж ты будешь делать так ну а здесь у нас на тюменке плотности как не было так и нет 1 10 плотность 1 10 напряжение 14 8 3 9 ампер еще батарейка принимает так ну что да да здравствуйте шлюха и вас сейчас глянем ждите сейчас а вот вы не знаете если у меня перезаряд идет у меня тачки могут да всякие смотря в каких пределах у тебя перезаряд ну давай сейчас глянем чтобы не на пустом месте было сейчас я выйду так что с этой с этим бачка мы продолжаем работу 2 часа почти 15 минут мы проработали и окончанием цикла до заряда мы будем считать поднятие тока до 10 процентов батарея реагирует на это нормально термометрия в самом низу то есть термометрии практически нет и на 16 и 2 вольтах или вольтах мы остановим работу либо нам подскажет вымпел вот такой первый дозарядный цикл батарейка довольно таки в нормальном состоянии так она у нас 344 день 21 года полтора года батарейки батарейка не умутана но высаженная поэтому работа с ней пробежала очень быстро и в принципе без особых на тряга а я пойду выскочу на улицу и посмотрю что там у клиента с машинешкой прошло еще энное количество минут без калькулятора считать ним не умею 2 37 часа 2 часа 37 минут а было 2 15 и подпор довел до 6 ампер при всем при этом напряжение у нас начало падать поэтому мы отключаем наше зарядное снимаем крокодилы с полюсных выводов замеряем опять температуру температура на те же на градус поднялась на 1 градус поднялась меряем плотность 125 а нет пизжу нет 125 плотность 125 накрываю пробку иду заваривать чиферок попью чая с бубликами из конфетами а батарейка пускаю пока подышит воздухом из моего бокса свежим воздухом кстати проточным который неплохо вентилируется у меня и после пары часиков отдыха продолжим работать с этой батарейкой дальше полтора часика наш барсик отстоялся и отлежался отсиделся уже зеленочка появилась давайте сделаем такой не в коре некорректный но предварительный замер чтобы нам попробовать сделать какие-то выводы что у нас происходит так о 550 ампер батарейка должна выдавать нам 97 процентов выдает посоху 542 практически в дырочку но чуть-чуть батарейка не дотягивает хотя но она еще не отстоялась и нрц довольно-таки высокий у нас 13 19 вольт полтора часа даже чуть меньше батареи отстоялась но нам нужно успеть сделать еще один до зарядик давайте замерим плотность для плотности включим вспышку так 11 26 почти что крайняя баночка 124 25 125 так вот в крайнюю баночку по моему она была подсохший уже не могу вспомнить так ну давайте еще соседскую замерим маги 25 126 на 1 зеленки давайте еще вот этот который с индикатором замерим 126 ну чтож давайте давайте пиздавайте без давайте сделаем еще один до зарядик и на сегодня будем посмотреть так метнулись ох ты как резко нрц метнулись зарядного 3 ампер чеки выставляем и подключаем зарядное немножко по первого верх ничего страшного делаем еще один до заряд для того чтобы нам перемешать электролитический лид продолжаем работку час 31 поработали с очередным до зарядом я думаю что это последний до заряд подпор довел до 6 ампер и напряжение 16 2 начала потихонечку снижаться 16 1 но еще один как бы постулат окончания заряда это поднятие плотности так давайте замерим температуру батарея батарейка начала немножко греться буквально еще на один градус поднялась температура сейчас на батарейке 27 градусов и видим так крайняя баночка которая оставала 26 здесь вторая баночка 27 практически ну давайте еще одну баночку более проблемную замерим так тоже 27 батарейка отстоится до утра отстоится у нас до утра и плотность поднимется до 128 давайте сделаем очень некорректный замер по нашему конвей по параметрам нашим конвейчиком и глянем что у нас получилось после до заряда думаю что батарейка остается до завтра до утра 95 процентов и батарейка нрc 1419 батарейка еще играет заряд еще работает его будет работать еще буквально часов 8 батареечка у нас дает и со спокойной совестью завтра утром клиенту я уже позвонил завтра с утра клиент эту батарейку заберет я думаю что до 100 процентов по суху она дойдет и вот эти 550 ампер они будут как раз в дырочку а возможно даже больше так то что друзья очередной ролик подошел концу работа с очередной моей батарейкой завершена что хочу сказать в конце этого ролика наверное сделаю небольшой перерыв по своему контенту немножко анализирую анализировал свой канал посмотрел развитие просмотры я не выпрашиваю лайки не выпрашиваю подписку считаю что если человек если человеку интересно он подпишется если человек понравился ролик он поставит лайк но надо немножко обдумать свое продвижение на ю тубе проблема в том что судя по количеству ну лайки это будем так говорить для меня это оценка того той работы которую я проделал и которую через свои ролики попытался передать аудитории и и общее количество не общее количество будем так говорить в процентном соотношении просмотром лайки ставят где-то один процент от тех кто просмотрел ролики но это говорит о том что ну видимо пока мой контент не зашел потому что подобного контента очень много на ю тубе очень много аккумулятор щиков которые передают свой опыт и право зрителя конечно выбирать выбрать тот канал который на его взгляд будет более эффективный те методы которые более эффективны и каким-то другим образом убеждать я не умею упрашивать уговаривать все прочее результаты результаты вы моей работы по крайней мере вы видите и и опять же вот та аудитория которая возможно у меня еще будет нам в будущем а вот может и не будет возможно не будет этой новой аудитории она должна в первую очередь опираться на то на именно на методы работы то есть если методы зашли то есть она должна выбрать те методы которые предоставляют другие блогеры блогерами назвать что-то язык не поворачивается многие другие энтузиасты вот этого нашего аккумуляторного дела то зритель должен сам выбрать какими методами и какими режимами ему обслуживать свои батарейки вот как то так и честно говоря она после того как анализировал свою деятельность остался крайне недоволен буду ждать когда подожду немножко на разил и перерыв подожду пока аудитория созреет для тех методов которые я пропагандирую в работе с аккумуляторами и возобновлю запись контента наверно же после того как наберется и юбилейная подписка продолжу запись контента отнимает очень много времени очень много энергии много головняков и сделаю перерыв чтобы немножко отдохнуть мой дорогой подписчик пусть сам сделает выбор я не убеждаю никого что вот эти методы они самые правильные они самые блять запиздился ну по крайней мере со своей стороны могу сказать с полной уверенностью что все что я не перепробовал вот эти методы они самые эффективные по крайней мере для меня а в основном в основном в остальном решать конечно зрителю и подписчику подписчики анализируя опять же всю свою деятельность просмотре есть подписок нет я не к тому что обязательно подписаться еще раз говорю никого не пытаюсь затянуть никого не пытаюсь чем-то убедить человек должен сам подойти к этому решению и должен это решение должно быть обоснована именно интересом что-то долго разговариваю какое-то окончание ролика такое получилось немножко с оттенком грусти ну ладно унывать не будем друзья всем добра удачи здоровья всего самого наилучшего и самое главное друзья берегите свои батарейки всем пока давай пока давай này